Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии, и не только. Инициации и трансформации Самайна 2023 года, переходу через Калинов мост и реку Стикс, препятствуют испытания стражей порога. В 2023 году это Лилит, демон, и Сатурн, владыка кармы. Лилит – это бездна, в которую проваливается душа и забывает Аллатырь Небесный и своего суженого духа. Бездну нужно познать. Парадигма Кузанского очень рекомендую вспомнить. Только познав бездну, можно вернуться назад. Сатурн – владыка кармы, он знает всё про приключения этой души, хорошие и плохие, и он принимает экзамен. Эта мощная веха сопровождается небывалым северным сиянием осени 2023 года, кометами. Это проявление образов будущего. Это знамение. Как пройдёт экзамен, так и пойдёт на очень долго. Я сегодня в бабушкиных одеждах. Я буду вашим сказочным проводником, помощником. Постарайтесь максимально включить воображение. Закройте глаза и представляйте. Не отвлекайтесь. Выделите буквально пять минут. Прочувствуйте этот момент. 7 ноября 2023 года, в эту самую сакральную точку Калагода, когда отверзаются врата Междумирья, когда властвует тёмная богиня Мара, в сердце льва встречаются луна и лилит. Глубины бессознательного встречаются с бездной непознанного. Девица-душа встречается со своим безобразным тёмным ликом. А лучше сказать, глубинная память о бесконечном полёте и высотах небес отражается в толще беснующихся волн и пучин океана. Бездна небес, манящая мечтой о недоступном солнце, отражаясь в другой бездне, в глубинах таинственного, загадочного и в то же время бесчувственного, жестокого моря, порождает необъяснимое желание получить ответы, получить утраченные и объединить несовместимые. Радуга, мы знаем, когда радуются небеса вместе с глубинами. Радуга сменяется северным сиянием, необъяснимым, но оно повсюду. На границе многих миров душа видит едва уловимый лик любимого, духа в этом северном сиянии. Волнующее, трепетное, едва уловимое чувство ожидания и предвкушения встречи наверняка обернется жестоким разочарованием, но это будет потом. А сейчас, уже сейчас, северное сияние, брызги эфира, как шампанского, венчают, пусть и ненадолго. Двух влюбленных они видят друг друга, они предвкушают, они осязают уже буквально друг друга, но тут может произойти подмена. Чтобы ее не произошло, чтобы девицу душу не подменили черной девицей лилит, они должны, дух и душа, умереть в старых ограничениях и установках, их сердца должны буквально разбиться в мельчайшие осколки и раствориться в безднах. Так осуществится приятие лотеря земного и доверие забытому лотерю небесному. В сердце льва в самой такой романтичной точке происходит посвящение. Венчает двух влюбленных остановившийся Сатурн, владыка золотого века, где еще жива память об изначальном. Готовы ли вы родиться в другом состоянии? Объединить в себе тьму и свет? Именно про это Бельтайн 2023 года. Мы его с вами разбирали. Возможно, правда, чей-то корабль, расправив паруса, в последний момент снова вспомнит о якорях, котлетах и прочих. И тогда на его пути из ниоткуда вырастут рифы и айсберги. И снова Титаник погибнет, ибо не решился идти до конца. Он уйдет в забвение и иллюзии еще очень надолго. Лет на 30, думаю, а то и больше. Очень знаковые уж события сходятся в одной точке. Тогда Лилит получит свою жертву, а Луна так и не сможет вдохнуть полной грудью счастье. Но если сделать все правильно, тогда благодать и умиротворение, и новые непознанные бесконечные дали и глубины. Не бывает конечной точки. Седьмого ноября 2023 года сочетаются еще и две стихии, обратите, пожалуйста, внимание, земля и вода. Как у вас это происходит? Земля, встречаясь с водой, увлажняется и превращается в благодатную? Или это бурный грязевой поток, который сносит все на своем пути? До Самайна нужно навести лад в своих стихиях земли и воды. Пожалуйста, пройдите эти визуализации. Венера в Деве дает силы на исцеление и гармонизацию. Она в последних градусах Девы, значит, это тоже экзамен. А в Геевой конюшне туда же. Марс в Скорпионе требует избавиться от гниющего и якорящего. Противостояние Солнца и Творца Сварги Урана все ощутимее, где там эго взбурлило, взыграло и не хочет возвращаться домой. Луна 7 ноября 2023 года как катализатор колыхнет пучины и их нельзя уже будет остановить. То есть это точка невозврата. Если сейчас не поженить духа и душу, землю и воду, то к 20 числам мы получим ураганы, смерчи, аварии на АЭС, землетрясения, морские катастрофы. Лилит подменит девицу душу и жених уйдет в тотальное забвение. Жуткий такой сон, кошмар. Но мы будем вместе с ним это все изживать потом. Смотрите, дом Натала с первыми градусами Эдевы. Изучите свои натальные луну, Лилит и Друдж, истинную черную луну. Эти темы нужно объединить. Пишите письменно. Так все получится. Очень сложно, но это важно. И северные сияния – это мощное знамение. И пропустить такой уникальный шанс нельзя. Соединение Луна-Лилит на Самайн под остановившимся Сатурном, владыкой кармы, дает возможность обрести утраченное счастье или утратить эту возможность и кануть в бездну ужасов и страхов. Что вы выберете? В любом случае будут проявлены все негативные качества и комплексы, заблуждения и грехи, все то самое темное, что есть в человеке. Надо быть готовыми к встрече со своим внутренним монстром. Но это ваш. Его надо познать. Что-то надо уничтожить, а что-то победить и перенаправить. И осознанно сформулировать намерение на пробуждение от морока. В противном случае все внутренние мерзкие, грязные глубины вскипят и выплеснутся, что внутри, то и снаружи это все усугубится. И будет тогда омрачение души и отравление духом. Алхимической свадьбы не произойдет. Уловите и прочувствуйте этот тончайший аспект. Помедитируйте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нравлики, вподобайки и делитесь этим роликом, чтобы у нас осознанных становилось больше. Это именно тот ролик, которым действительно нужно поделиться. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы и лекции. Пишите мне в личку в Facebook. Будем вместе разбирать ваши натальные карты, искать предназначения и исследовать, кармические, родовые, в том числе, долги. Почитать наши разборы очень рекомендую и в Telegram, и в Instagram. Это наша с вами дополнительная площадка для разбора самых сложных аспектов каждого дня и их глубинной проработки, поиска. Скачивайте наши астрологические календари. Ссылки вы найдете, как всегда, в описании к этому ролику на YouTube-канале. И будьте синхронны к божественному плану. Будьте умничками. С верой в вас и любовью. Ваша Настя. Ваша Настя из Одессы. Всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok